Вместо улицы Второй Пятилетки – улица Княгини Ольги, вместо проспекта Ленина – Научный проспект. Историки и активисты уже готовы предложить около 300 новых наименований Харьковских улиц, парков, скверов и станций метро. Как утверждают в общественной организации, Харьковская топонимическая группа названия должны содержать минимальное количество слов, быть удобными в написании и нести в себе положительный смысл, как, например, улица Мирная или улица Единства. Лучше всего, по словам Марии Тахтауловой, попытаться вернуть исторические названия. Но и в этом случае каждое из них надо изучать в отдельности, поскольку некоторые улицы ранее были связаны, если не с коммунистической, то с имперской идеологией, или привязаны к объектам, которые исчезли десятки лет назад. Не все исторические названия сегодня можно вернуть по ряду причин. Прежде всего, ряд из них, например, улица Екатерининская, Примакова сегодня, она несет такую имперскую идеологию, поэтому мы будем рассматривать иные варианты. Кроме того, ряд объектов, такие как бассейн, улица Петровского бассейная, такие как ветеринарная, сегодня это дворец детского и юношеского творчества, также утратили свою актуальность, поскольку были улицами-ориентирами. Станции метро «Пролетарская», «Советская» и «Советская армии» вскоре могут стать станциями «Зеленый Гай». Площадь Конституции и Харьковских дивизий, соответственно, также переименованию подлежат семь районов Харькова. Фронзенские историки и активисты предлагают назвать Немышлянским, Ленинскому вернуть историческое имя Ивана Лысогорский. А вот вокруг Московского района, несмотря на то, что он пока не попадает под закон о декоммунизации, ведутся активные споры. Ведь, по словам специалистов, это название тоже является идеологическим. В свое время его из Сталинского переименовали в Московский в честь столицы Советского Союза. Если мы говорим о проспекте Московском, то это действительно историческое название от Старомосковской улицы, хотя он состоит из трех, на самом деле, отдельных улиц, которые были в разное время объединены. То Московский район – это чистое идеологическое название. Ну и сегодня, глядя на реалии, которые есть вокруг, то это может вызывать и негативную реакцию. Например, у той мамы, чей сын погиб где-то там, боюя с московскими оккупантами. Сами харьковчане к переименованию харьковских улиц относятся по-разному. Кто-то считает их частью истории, у кого-то коммунистические названия вызывают негативную реакцию. В качестве своих вариантов предлагают назвать улицы в честь героев Украины, ученых или же выбрать нейтральные наименования, никак не связанные с историей или политикой. Улицы нужно назвать так, чтобы они радовали слух человека. Майская, цветочная, мира, дружбы. Ну, ученых можно. Ну, заводские, допустим, какие-то, но не правители. Героев много же у нас тут. Если не коммунистические, значит, те, которые там герои какие-то, ихними фамилиями. Мне кажется, оптимистические какие-то должны быть. Может быть, в честь кого-нибудь, но каких-то таких заслужительных деятелей, но не политических деятелей. На данный момент, говорят в Харьковской топонимической группе, им пришло более сотни предложений от харьковчан. Среди них есть и такие, кто хочет видеть улицы, названные в честь военных, погибших на Донбассе в боях за независимость Украины. Правда, можно ли будет их использовать, утверждают специалисты, пока не совсем ясно. По рекомендации мэрии, назвать улицу, парк или станцию метро можно лишь именами тех выдающихся людей, со смерти которых прошло не менее 10 лет. Лариса Говина, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.